Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер, и сегодня мы с вами изучим очень простой, но крайне эффективный комплекс упражнений, выполняя который вы сможете с легкостью на протяжении дня удерживать ровную осанку, почти не напрягаясь и не прилагая особых усилий для того, чтобы ходить ровно. Потому что очень многие люди имеют достаточно здоровые и ровные позвоночники, но ходить ровно как-то оно неудобно и хочется всегда сутулиться. Так вот, для того, чтобы не хотелось сутулиться, мы с вами изучим несколько простых упражнений. Итак, для того, чтобы начать выполнять это упражнение, необходимо обзавестись каким-то мягким ковриком, либо уложиться на ковер и принять горизонтальное положение. Значит, принимаем горизонтальное положение, тело расслабляем, и первое, что нам нужно будет сделать, это поставить ваши плечи почти параллельно по отношению к позвоночнику. Немножечко можно развести локти в сторону, чтобы было комфортно. Напомню, что плечо – это не вот эта вот часть тела, а это часть тела от плечевого до локтевого сустава. Это плечо. На всякий случай скажу, чтобы вы знали. Итак, тело расслабляем, упираемся по максимуму локтями, и у вас должно получиться примерно что-то вот такое. То есть, за счет того, что вы расслабляете тело и давите локтями, в грудном отделе у вас получается прогиб. Я, значит, показываю, как это выглядит. Выдавили локтями, получился прогиб. Мы расслабились и считаем до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабились. Полежали в таком состоянии несколько секунд. Секунды три, пять, семь. И второй подход. Раз, два, три, четыре, пять. Отдохнули. И еще один подход. Таких подходов нужно выполнить от трех до семи. Оптимально где-то пять. Значит, прогиб нужно держать от пяти секунд. Ну, пять-семь секунд я считаю оптимально. В принципе, в продвинутом варианте можно держать до пятнадцати секунд. Больше, я считаю, уже не есть необходимо. Итак, сделали первое упражнение и приступаем к второму упражнению. Для второго упражнения исходное положение то же самое, но есть небольшое отличие. Нужно развести локти в стороны шире и поставить ваши плечи почти параллельно, но немножечко подвинув локти к тазу. И что мы делаем? Мы опять давим локтями в пол. Таким образом, чтобы немножечко приподнять грудной отдел позвоночника от пола. Показываю, как это выглядит. Надавили. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабились. Отдохнули. Надавили. Ну и так далее. Дальше вы поняли. Ну и в конце, после второго упражнения, необходимо выполнить первое упражнение еще раз, где-то на один, два, три подхода. По второму упражнению, что еще хочу добавить. Значит, когда вы давите локтями в пол, вас немножечко отрывает от земли. То есть, если вы более тренированы, у вас сильные мышцы, то вас больше тянет вверх. Если слабенькие, то меньше. Значит, голову нужно расслабить и желательно не помогать поднять грудную клетку за счет шеи. Нежелательно давить головой в пол. Но допускается, то есть, можно положить просто голову на пол и расслабить ее. В продвинутом варианте можно еще немножечко приподнять голову. Вот и все. Если вы будете выполнять это упражнение утром и вечером, тогда у вас на протяжении дня будет всегда ровная, стабильно ровная осанка. И ровную осанку вам будет удерживать очень легко. Не придется прилагать особых усилий для того, чтобы ходить ровно. Ровная осанка – это крайне важный момент. Осанка сильно влияет на здоровье позвоночника как минимум, ну и на наше эмоциональное состояние, на уверенность в себе. А уверенность в себе влияет на успешность нашего рабочего дня. Поэтому, в общем-то, ровная осанка – это очень важный момент. Также добавлю, что это комплекс не по выравниванию спины, а по закреплению ровной осанки. То есть, если у вас есть какой-то огромный горб, то это упражнение вам не подойдет. Кому интересны вопросы выравнивания спины, то есть у кого есть кифоз, сколиоз и другие виды искривления позвоночника, я рекомендую вам посмотреть два моих ролика, которых я отснял несколько лет назад. И также рекомендую вам посмотреть еще один мой видеоролик. Там я показываю упражнения, профилактические упражнения, какие нужно делать для здоровья вашего позвоночника. Потому что, если ваш позвоночник ровный, это еще не значит, что он здоровый. Для того, чтобы позвоночник был здоровым, нужно его постоянно разминать, нужно не давать атрофироваться суставам вашего позвоночника. Ну, в общем, на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно посмотрите другие мои видеоролики по выравниванию позвоночника. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok